Вторая половина апреля – время, когда владельцы классических автомобилей выводят их из гаражей после зимней спячки. А открытием сезона традиционно становится первый этап Кубка Раф по ралли. В этом году весеннее настроение участникам соревнований подпортила зимняя погода. Накануне Москву накрыло снегопадом, а в день старта гонки температура колебалась около нуля. Благо, обошлось без гололёда и других опасных для старой техники катаклизмов. Ралли на классических автомобилях проводится по правилам дорожного движения, поэтому принимать участие может любой владелец ретроавтомобиля. Стартовые номера получили более шести десятков экипажей на самой разной технике – от «Жигулей» и «Волк» до «Кадиллаков» и «Ягуаров». Автомобиль у нас новый, ни разу мы на нём не участвовали. Это «Ягуар Марк 2» 1967 года в традиционном британском лоночном зелёном цвете. Ощущения у меня очень интересные, потому что когда в нём внутри едешь, если закроешь глаза, то чувствуешь себя почему-то в «Волге ГАЗ-24». По году выпуска модели отсортировали по классам – «Ветеран», «Олдтаймер» и «Янгтаймер». Плюс были организованы отдельные женские, семейные и командные зачёты. При этом изюминкой именно первой этапа оказалась привязка к живописи. Маршрут гонки посвятили художественным полотнам, на которых изображена Москва. И наш маршрут пролегает по тем местам, по тем площадям, закоулочкам, перекрёсточкам, в которых были написаны огромное количество произведений, нетленные полотна были созданы в этих местах. В этом сезоне трассы Кубка РАВ будут сложными и насыщенными, чтобы обеспечить баланс между штурманской и пилотской частью. Автомобилисты, кто спортивной составляющей предпочитает развлекательную, могут бороться не за Кубок РАВ, а за Кубок Гран-Тур. Это весёлые, красивые, а главное, понятные для экипажей без штурманской подготовки заезды. У каждой такой гонки будет своя тематика, игровые элементы и неспортивные задания. Отчасти потому, что подготовка таких ралли-квестов занятия сложная, общее количество стартов решено сократить до шести против прошлогодних девяти. Несмотря на трудности, с которыми сталкивается организатор, они обещают провести все запланированные шесть этапов в этом году. Так, три этапа весенних примет Москва и область, а на период белых ночей запланирована уникальная гонка по ночному Санкт-Петербургу. Также двухнедельные гастроли ретроавтомобилей должны состояться в Тульской области, а финал примет город Тольятти.